Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Звонок из Банка России. Меня зовут Юдина Елена Вадимовна, специалист. Скажите, Владимир Федорович, я могу услышать? Внимательно вас слышу. Владимир Федорович, это вы, правильно понимаю? Совершенно верно. Владимир Федорович, звонок вам вступает из Управления по работе с проблемной задолженностью. У вас по кредитной карте, по вашей, имеется задолженность. 16 дней сумма составляет на сегодняшний день 5500 рублей. Скажите, по какой причине задолженность у вас возникла? Причина банальная, очевидная. Ну, собственно говоря, отсутствие средств для удовлетворения вот этих вот нюансов, моментов. Так, что вы говорите? Отсутствие средств? Совершенно верно. Отсутствие средств. Какая может быть еще причина, душа моя, скажите, пожалуйста, кроме этой? Владимир Федорович, сейчас необходимо по требованию банка в пятидневный срок задолженность вашу погасить до 9 декабря включительно, иначе банк вправе в одностороннем порядке. Договор с вами кредитный расторгнут, и вам выставят досрочно всю сумму вашей задолженности к единовременной выплате. То есть это у вас чуть более 81 тысячи рублей. Так, давайте разбираться. Наш разговор с вами начался с того, что вы спросили, по какой причине. Я вам ответил, нет средств. Такое ощущение, что я параллельно разговариваю с двумя персонажами, с вами и еще с кем-то. А вот кому-то, не вам, я ответил, что нет средств, потому что вы сказали, что надо заплатить. Отсутствующими средствами это сделать невозможно. Ваше предложение дальше. Владимир Федорович, у вас с банком запущен кредитный договор, который вы обязаны ежемесячными платежами погашать вашу задолженность. О, и правда, сейчас я думаю, в вашем уверенном тоне прослеживаются нотки надежды. Сейчас я тоже поддержу вас. Скорее всего, вы уверены на 100%, что после этого заявления у меня деньги появились. Сейчас я посмотрю. Так, 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 так. Нет, нет, к сожалению, не появились. Что делать-то будем? Владимир Федорович, я вас слушаю. Что делать, решать вам, по требованию банка, задолженность должна быть погашена. О, есть альтернативные способы, да? До 9 декабря. Подождите, опять ваша уверенность в вашем голосе подразумевает, может быть, секрет какой-то знаете. Поделитесь со мной, пожалуйста, может быть, я буду знать, каким образом не имеющимися ресурсами можно, собственно говоря, закрывать вот эти проехи, которые этими же только ресурсами и можно закрыть. То есть у меня их нет, но как-то можно сделать так, по вашему мнению, я чувствую, что... Да что вы меня повторили по имени и отчеству? Я помню, как меня звать. Значит, необходимо у ваших родственников или знакомых где-нибудь... А, вот такие пути развития событий вы прогнозируете. Но это уже не актуально. Это не актуально, потому что мои друзья, знакомые и родственники могут мне, ну, один раз дать, а в следующем месяце я опять буду с удовольствием слушать ваши... Ну, все, друзья, что у вас случилось? Почему денежные средства до вас отсутствуют? Ого, барышня, вы же как будто из-за границы звоните и думаете, что в нашем государстве ничего не может случиться. Дело в том, что когда я подписывал определенные обязательства с этим уважаемым банком, да, были одни... Только вы мне не говорите, что я брал на себя все риски. Это глупость, выдуманная вот этими вашими колл-центрами. Не может гражданин, простой ядовой гражданин, брать на себя риски инфляционные. Не может. Владимир Федорович, причину вашей неоплаты... Все подорожало, денег не стало хватать. Вот я вам объясняю. Мне не перестали... Вы понимаете, что звонки к вам будут и на работу поступать? Это на каком таком законном основании вы можете... То есть перед нашим работодателям? А, работодателям... Нет, душа моя, забудьте, это нельзя, это не законно. Мне можете звонить, работодателям совершенно категорически запрещено. Вообще, вы можете позвонить и помолчать в строку, но разглашать... Это незаконно, душа моя. От имени Сбербанка вы так поступать не имеете права. Тем самым вы поручите достойное имя этого учреждения. Владимир Федорович, звонки... Да что вы, Владимир Федорович... Вы так говорите, когда вам нужна пауза для обдумывания вот этого тупикового момента. Мне не нужна пауза. Зачем же вы тогда ее берете, эту паузу? Я думаю, это будет неприятно работодателям. Не-не-не-не-не, почему вы от тему уходите? Вы меня попытались... Вы попытались развить тему нашего с вами диалога в формате давления на меня вот с позиции того, что вы испытываете мою репутацию. А у вас этого не получилось. И вы совершенно мягенько сходите на другую тему. Очень находчивая вы, барышня, но это все до такой степени прозрачно. Я сейчас еще раз прошу, оплата от вас поступит? Да нечем, душа моя, нечем. Я представила, что вы какое право имеете, как меня называть. Как? Барышня? Хорошо, я вас буду называть... Так-так-так, как бывает... Барышня не подходит? Мадмузель, давайте. Илья Федорович, мы кредитных обязательствах говорим, а не обо мне. Так, нет, подождите, вы сказали, какое право я имею вас так называть. Вам не нравится. Я сделал выводы, что вам не нравится, когда к вам обращается барышня. Интересно. А вот знаете, вы смотрели «Собачье сердце», когда пришли к доктору Преображенскому, трое, и одна из них была одета как мужчина. Я вам вопрос задала. Может, к вам как товарищ обращаться? Очень классная лента, и книга тоже неплохая, почитайте. Булгаков вообще хорошие вещи пишет. Парш в кредитных обязательствах. И о них тоже пишет, только в контексте. Вы оплату гарантируете до 9 декабря? Ну что, я умалишенный, что ли? Как я могу гарантировать оплату? Девочка, давайте так. Я понимаю, что вы с первой встречи в постель не ляжете, но я вас сейчас буду просить, чтобы вы мне гарантировали это. Гарантируете вы мне ночь буйную? А то я такой, я вас не разочарую. 30% от суммы вашей задолженности. Да, я готов за это, я вам готов заплатить. Это на тысяча шестьсот пятьдесят рублей. Это ваша цена? Хорошо, я согласен. На это я могу деньги потратить. У нас с вами разговор не складывается, я вам фиксирую неконструктивный диалог. Хорошо, фиксируйте. А как же ночь бурная? Давайте бурную ночь обсудим. Вы мне гарантируете, что она у нас пройдет? Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. 117. Очень весело получилось, да? Сколько стоит ночь с вами? 30% от суммы задолженности. Ну, конечно, лаборанту легко и просто таких вот скудоумных барышень, мудмузелей, товарищей, одетых как мужчин, оставить на место. Она, конечно, не ожидала, она этой наглой интеллигенции, даже, ну, скажем так, с такой манерой общения, она даже не то, что не готова общаться, она не подозревала, что она может наткнуться вот на такое, да, на умного человека с каким-то смешным акцентом, с картавыми там буквами и так далее. То есть набор вроде как жертвы и в то же время в ответ идут четкие конкретные заявления, которые она просто не может даже обрабатывать у себя в уме. То есть ЭВМ, электронный вычислительный механизм, у нее в голове сдается, отказывается, поэтому она берет вот эти вот паузы, эксплуатирует слова, которые, ну, имя, отчество, да, в надежде, что вот эти доли секунды там не придет какая-то умная мысль. Но перед ней стоит скрипт, сценарий, который ей написали. До такой степени она лишена чувства импровизации, никакого креатива в ней нет. И она вот, естественно, глазами только тычется вот в этот скрипт и ничего умнее не придумает, как просто-напросто взять и прочитать фразу из этого сценария с методички, там, ничего там у нее на компьютере. Ну, от этого только веселее, да, вот мне понравился вот этот момент, сколько стоит 30% от суммы за должность. Ну, явно со своего сценария вычитала. Ну, хохма, конечно. Ребят, я вам всем желаю также расслабленно относиться ко всем этим звонкам, с весельем, с нормальным отношением, побольше юмора, побольше той самой импровизации. Не надо, вот мы не выкладываем, мы что-то думаем, вот я прислал, и никто и не выкладывает, да. Да потому что бывают, ну, просто нудные ролики, ни о чем. Вот просто нудешь со стороны коллектора и со стороны автора. Поэтому такими вещами мы, конечно, не будем захламлять канал. Старайтесь, пожалуйста, что-то интересное выкладывать, а не просто делиться с нами фактом того, что вы вот поговорили и все. Нет, должно быть что-то интересное, мне кажется. Где-то может быть агрессия, где-то юмор. Ну, юмор, конечно, вообще приветствуется. Ну, а те, кто не понимает, почему люди могут так спокойно общаться с этой публикой, для новых подписчиков нашего канала, пожалуйста, в описании этого ролика есть ссылка на наш сайт. На сайте есть видео о том, как мы работаем, как мы помогаем, что мы делаем, то есть как устроена работа кредитных юристов. Также есть ссылка на наш бесплатный вебинар. Пожалуйста, пройдите там расписание, вы все увидите, поймете, что во сколько. На вебинаре узнаете очень много интересного, полезного. У многих жизнь просто с ног на голову перевернется. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, и группа ВКонтакте. Все наши ролики дублируются без исключения в этой группе ВКонтакте. Кому удобнее слушать из группы ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на эту группу. И мы будем всегда рады новым подписчикам. На связи был Кузнецов Дмитрий, Ападемия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. До свидания.